Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, это Карина и Маша! Привет! И сегодня мы снимаем просто жесть какое видео. Мы с Кариной и с Машей будем смотреть очень старое наше с Кариной видео на моём канале, которое находится в закрытом доступе уже несколько лет, может быть, года три даже, я не знаю, может, два. Ну, короче, я его закрыла. И слава богу! Я его закрыла, так же, как и, наверное, страниц 5 на своём канале с видосами старых. Да, и многие мне часто пишут, что очень хотят, чтобы я на пару дней хотя бы открыла все свои старые видосы. Я этого никогда в жизни не сделаю. И сегодня вы убедитесь, почему именно это так и произойдёт. Да, но я всё-таки иногда... Мы сделаем такие вбросы, типа смотрим старые видео, чтобы и вам было интересно, и нам было стыдно. Ну, в общем, весело. И ещё сегодня Маша будет как гость, как зритель, жюри. Она будет оценивать всю сложность ситуации, насколько всё плохо. А мы с Кариной просто будем сидеть, краснеть, угорать. И мы посмотрели где-то 40 секунд от этого видео, которое сейчас мы начнём смотреть. Ну, мээ. Маша очень сильно смеялась, именно поэтому мы решили её взять, чтобы мы такие, типа, страдали. Господи, что за фигню я сказала? Ну, типа, девочки очень почему-то стесняются, смущаются. А мне очень смешно, потому что я никогда не видела этих видео. И мы решили сделать такое немножечко независимое мнение. Мне кажется, это будет хорошо, то, что ты с нами, потому что я, скорее всего, буду просто всё видео сидеть и говорить, какая я ужасная! Посмотрите, какая я сейчас красивая! Карина, не знаю, как будет реагировать. Я буду угорать. А Маша просто будет позитивчиком. И мы специально так сели, чтобы девочки не видели мои реакции. Это ответы на вопросы. И самое интересное, почему я предложила Карине смотреть именно такие видео, что мы там, типа, зачитываем вопрос. И, может быть, на какие-то вопросы мы ответим сейчас и посмотрим, насколько это изменилось. То есть мы будем не просто смотреть, но ещё и слушать вопросы, на которые мы там отвечаем. Погнали? Да. Фирменная заставка. Меня зовут Юлия Пушева. Это моя лучшая новая карида. И сегодня мы снимаем второй выпуск. Вот. Ты так шевеляешь, брат! Я этого раньше не замечала. Я уже говорю, что да. Хотя, если симпатичнее, то парни, наверное. Не знаю, мне нравится быть девочкой. А мне тоже, я бы не хотела аргентить. Какие у меня зубы гривые! Девочки! Ты мои видела? Смотрю, то по себе, брат, это ужасно. В плане, крутые бабы, они все стерва, а крутые парни, они милые. Ну и да, мне нравится быть девушкой и бабой. Какая была связь, когда вы говорите ту же фразу одновременно. А, подожди, давай давайте на вопрос. С кем бы мы хотели быть, девушкой или парнем? Девушкой. Что за тупые вопросы? Зачем мы вообще на них отвечаем? Ну, тогда нам казалось, что это, наверное, интересный вопрос. Ну, классно. Мы думаем об одном и том же. Сегодня мы снимали поздравления. У меня там проект Final Cut открылся. Мы сказали, что у меня меньше жира. И тогда я так, ха, типа, ам, любимое дело у нас с обеих сторон. Больше я ничего не понимаю. Были ассоциации, которые с другом, когда мы в первый раз встретились. Она была толстая. Не в таких вот прикольненьких, модненьких очочках. А вот в каких-то вот таких красных что ли они были. Я не понимаю, короче, это было не очень, и они не шли. Она была толстая. Когда слышишь, как тебя скормят. Ну, тогда она была одета очень странно. Она была кудрявая. Я видела твоё почувство, но мне не понравилось. Не знаю, что это было. Вот я подумала, что это за чудовище. Не дай бог мне тебе. Я так подумала, что, девочка, зачем она пришла в мою хату. Наши родители уже познакомились с нашей мамой. Да, мы с детьми. И моя мама позвала её маму и её брата к нам домой. Типа, познакомиться, мы же в одном доме все жили. И как-то пошло, но я ехала сейчас собираетесь наблюдать сходки и фан-стречи в Санкт-Петербурге. В принципе, до этого момента это было то же самое, что видео Карины с Оском. Какое? Ну, типа, знаешь, как вы познакомились, какое у вас было первое впечатление друг от друга. Там родителей припосили в дом. Нет, не смешно? Я не совсем поняла просто. И это пока вообще даже об этом речь быть не может, надо просто об этом говорить. Ну, я думаю, в Питере точно будет фан-стречи, 100%. Просто она может быть через год. Может быть... Я была с вами в Питере через год ровно. Да, потому что мы хотим это бывать. Будем ли мы снимать вызов принять? Я думаю, что мы не так... Очень часто трогают свой волос. Что-то сделать, как мы хотим этого делать. Ну да. Зачем? Если мы не хотим это снимать... У нас так ужасно накрашены оба. Если у нас все желания, мы снимаем его второе. Не красьте красным, если не умеете. Это я себе говорю и себе в прошлом. Нет, я думаю, что... Да, вы милые. Конечно, возможно, в будущем, когда-то мы будем еще снимать. Да, кстати, сейчас. Всякие там... Но пока нет на это желания. Как-то... Нет, не хочется пока. Если бы вам сказали прожить год, не битья друг друга, но каждая получила бы полмиллиона рублей, согласились ли бы вы? Жопу деньги, честно говоря. Я не хочу терять подругу с... Что смешного? Что смешного? Полмиллиона рублей. Не видите, полгода. А сейчас мы согласились? Конечно! Кто она такая? Блин! Что? Цена маленькая. Да, мы уже выросли. А на сколько мы согласились? Полгода? Да. Полгода? Нет, год там было. Нет, полгода. Полгода. Не, фигня. А, я там такая говорю, я не хочу терять подругу. Типа, я с ней больше никогда не увижусь, не знаю. Так ладно, сколько бы согласились? Ну, миллионов пять рублей. Ну, да. Мы так не очень сильно оцениваем дружбу на то. Подожди, но это полгода не видится, а мы же можем переписываться. Ну, только не видится, да, переписываться? Ну, я думаю, что я бы справилась. Ты сможешь безбовлям? Я бы тоже справилась. Но меньше вряд ли. Ну, если только что-то... Ну, в общем, короче, можно было бы что-то придумать. Ладно. Если вот они общаться именно. А, они общаться? Мы очень сильно одолелись, и мне кажется, что... Не знаю. Ладно, пофиг. Да. У меня такой друг, единственный друг в моей жизни важнее, чем какие-нибудь, я не знаю, 50 миллионов. О! Честно говоря. Сколько? Спасибо! Как с годами цена нападает, моя хорошая. Никакой выгоды ни за себя, ни какие деньги, ни за... Какая мерзкая. Пусть настоящую дружбу. Ой, хорошо сказала, как снимем. Мы в ближайшее время шутки от Бога. Мы все еще живем в Корее. Ты не спрашивай. Это слишком старая. Не спрашивай. Здравствуйте, и вас приветствует программа «Шуткуем от Бога» вместе с Кариной, косморядцей Юлией Пушман. Сейчас я буду спрашивать несколько вопросов у своего, как бы, этого... пациента. Животного. Гоги, называй меня. Гоги, слушай. Гоги, называй меня. Зови меня Гоги, детка. А, звезды, что вы голос забрали. Размазан. Следующий вопрос будет такой. Если бы у вас была возможность взять с собой три вещи, всего три вещи, три вещи на Ямайку, что бы вы взяли? Майку. Я не знаю. Короче, спасибо вам большое. Да, очень сложный вопрос не подготовилась. Ну, вы мне бы выставили эмейлем почти там все эти ваши вопросы, но сейчас лучше бы текст написала, да? Снимешь что-то в первый раз, и это просто невероятно смешно, это просто, просто бомба. Ну, вот как в первый раз я это сняла. Без цены. Ну, разумеется, у нас все видео без цены. Я имею в виду, без мысли о том, что будем это снимать. А ведь если сейчас мы сядем и будем снимать шутки от Бога, то я уверена, что это будет полный днищ. Нет, можно, конечно, попробовать. Мы попробуем еще как-нибудь что-нибудь снять такое, но как бы не сейчас. Пока что у нас хватает видео. Хватает видео, всяких идей. Блин, Юль, почему ты так себе изменилась? Я не знаю. Я не знаю, но это вообще, это просто шок-контент. На котором сейчас... Как голос изменился, ты понимаешь? Ну, тебе... А Карина вообще, мне кажется, ну, изменилась, конечно, но... Одинаковые предпочтения одежды и музыки. Да. Да, это сейчас так. Что вы там делали, какие ощущения? Это очень кручно, когда я ничего одна. Нет никаких чувств, никакого вообще о том, что происходит. Скорее, что ты делаешь постоянно? Я не знаю. Очень бурных эмоций. Меня это так бесит. Если бы я смотрела нас тогда, я бы бесилась от себя. Да ты не знаешь, блин, блогеров просто бы не было тогда. Да, уже вас успели. Поэтому для всех мы вообще были классные. Я не знаю, это просто как будто бы крутые. Да. То есть мы можем набрать селфи. Типа летим с подругой куда-то, не в садик, могут на садик. По чей день, да, кто-то не может? Среди с пролетием в своё меню в Макдональдс. О, так. Чизбургер, девички Макдональдс, два кисса сладких соусов, средняя картошка фри, сырный соус, средняя кола или в последнее время средний литр. Ничего не изменилось. Только я беру шесть наггетсов. Вот в чём секрет успеха, девочки. Ну-ка, ну-ка, подожди, это будет интересно. Стоп, что ты, Галин? Чики Макдональдс, два кисса сладких соуса, средняя картошка фри, сырный соус. Ну, я беру либо бутер, либо чикины. А тут я всё беру. Ну, иногда Макфулли, Делюд, шоколадное скормление. Ну, это пожелать. Макфулли, Делюд, шоколадное скормление и просто шоколадное мороженое. Шоколадное мороженое. Обычно я бы брала всегда гамбургер, шесть Макдональдсов, кисло-сладкий соус и попить. Допустим, у вас есть возможность притчить два билета на любой концерт. На какой бы вы хотели пойти? Бибер! Я бы хотела пойти на Майли Сарки. На Ван Дирекшн. Я на Ван Дирекшн? Я бы хотела пожизненный объемлемент на концерт на Джессина Бибера. Ну, ну, просто вообще, я не думаю, что мы видели концерт. Ну, что теперь? Так, ну, просто я не думаю, допустим, тут написано не два, а сколько я хочу. Я бы очень... Нет, допустим, это вопрос, но каких концертах я бы хотела побывать. Ван Дирекшн, Ван Дирекшн, Ван Дирекшн, Селена Гумас, Джастин Нибер, все это по сотни раз, да и миловато. Фанат маленький. Да, ну, вообще, я еще люблю Коли Симпсона, допустим, да, но не так сильно, но я бы, в принципе, не права. Не прав? Мне так не нравится моя мимика, жесты. А я просто не вижу из-за штатива. Как относятся родители к... О, тут красивенькая, смотри. Когда рот закрыт. Что, я постоянно поправляю? Причем, посмотри, как я спокойно сижу. Ну, типа, обычно я... Да, 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 обычно ворот. Когда она смотрит на мои фотографии и удивляется количество лайков. Она такая, ой, Карин, посмотри, вот тут количество лайков перевалило за 4 тысячи. Не забавно. Мы думали о том, что бы с вами было, если бы тогда не познакомились. Я думаю, что я бы не была даже видеоблогером. Да? Угу. Почему? Я не знаю, потому что судьба такая. Мне кажется, да. Мне кажется, что твоя жизнь ничего не изменила. Сразу что, ты была бы такой же стервой. Сверху. Жестко. Садилась. Кто вообще говорит о том? Да, я думаю, что моя жизнь была бы кардинально другой. Ну, может быть, это просто я так думаю. Нет, я не могу смотреть на свои глаза. Мы с тобой создали друг друга. Мне тоже мне нравится. Это верно. Сверхо. По-любому. Потому что я уверена, что я бы не была видеоблогером. Но, по крайней мере, таким успешным. Такое успешное, смотри. На 4 тысячи лайков перевалило. Я бы не была. Конечно, мне бы это даже было, наверное, не особо интересно. Как же свет сильно на нас складывает. Как вы относитесь к отечественной музыке и кинематографу? Могу сказать, что есть фильмы, которые мне очень нравятся. Ну-ка. Да, и также есть песни. Ну-ка. В основном все... Да. Это подписано... Карина! Ну, она у меня записана как грызун и сердечки. А она как Юлий и тоже вроде сердечки. До сих пор, кстати, так. Не ждаете, что ты с удовольствием у вас смешиваешься? Ну, я меняла, но я смешиваю. Карина у меня уже Каринли. Я хочу закончить школу. Я не хочу уходить в какую-то шарагу долго, но я не хочу уходить. Уж сольки, кто там в шараге тусит. Или не знаю, может вам нравится, может нет. Да. Если у вас шарага, ты же колешь. Ну да, колешь. Колешь. То есть, как назвали, да? Карина что-то делает? Я не знаю, я больная здесь. Ты просто не лечишь, может? Если вам понравилось это видео, то ставьте палец. Ужас. Сколько здесь просмоток? 122 тысячи. Не очень много. Да, комментарии интересные какие. Всем пока. Поставь на паузу. Морские. Ты не видишь комменты? Тут нет. Могу здесь посмотреть. Короче, это просто пухееет. Это очень плохо. Мне за себя там стыдно. Немножко. Ну, мне вообще, в принципе, не нравятся все старые видосы. Хорошо, что ты их скрыла. Я раньше думала, Юль, зачем ты скрыла? Это же память. Я уже тогда знала, что м-м-м. Нет. Ну, типа, это странно на них наткнуться сейчас, но их главное, ну, типа, не удалять. Не, я их не удаляю, я просто все скрыла. Ну, типа, я просто не хочу, чтобы это было в интернете. Ну, в смысле, это уже было в интернете, возможно, где-то даже есть на каких-то каналах, но просто не знаю. Не, ну, лексикон, здрасте. Ну, да, ну, и мне просто реально стыдно за какие-то там моменты, за какие-то видео, потому что... Ну, Лиза нравилась. Ну, да, я просто... Еще рассмотрели же наши ровесники. Да, да, просто я сейчас понимаю, что я не хочу, чтобы... Вот, например, кто знает, как моя жизнь сложится, позовут меня куда-то там, не знаю, на программу. Ну, не важно. И просто... И вот такое. И говорит, Юлечка, а вот вы выставляли вот такое. И я там, жопа, попы, и начинается. Ну, не знаю. Комменты. Да. Карина плохо накрасила губы, и выглядит она глупо. Карина, ты очень неаккуратно накрасила губы. Они постоянно смотрят в камеру с выпущенными глазами, все видео сидят, теребят волосы, от себя глаз не могут оторвать. Если честно, нелепо. Карине не идет красная помада. Не идет красная помада. Карине помада совсем не идет. Красная помада придает... Ой. Капец. Вот так как буллет был, реально. Карине не идут красные губы, а Юля какая-то белая в этом видео. Карина совершенно не идет эта помада. Карина в зеркало смотрит, что ли? Думает, что это красиво? Ужас. Ужас накрашены губы. Короче, ужас. Буллинг. Ваш хейт — это мой пиар. Понятно, девочки? Так оно и есть. Всё, давайте второе видео. Да, ну я согласна. Не, ну, блин, там у меня плохо губы накрашены. Ну да, что-то коренько договались. Ну, не, вы одинаково белые. Это, во-первых, у вас одинаково накрашены плохо губы. Так что это был буллинг и хейт. Это несправедливый. Сейчас самое удивительное, что мы посмотрим ещё один видос с ответом на вопросы, но там у нас тоже красная помада. И это так грустно. Да, и эти видео, я думаю, мы в один день снимали. Могут красть или могут посадить из-за того, что я их не видел. Ну, вы одежда что-то сменили. Ну, мы всегда меняем. Ну да, мы так-то, другое видео. Круто, да. О, смотри, тут ещё Карина Касперианс появилась на заставке. Всем большой привет, меня зовут Юлия Кушман. Это моя лучшая подруга Карина Касперианс. И сегодня мы снимаем видео, в котором ответим на вопросы, которые касаются нас обеих. Многие хотели такое видео и задавали нам вопросы в Твиттере. Первый вопрос, это если бы у нас был вариант такой выбрать удачу, любовь или деньги, что бы мы выбрали и почему? Я думаю, что, наверное, я бы выбрала... Думаю, что... Удачу. У тебя тут губы лучше накрашены. Да, мне тоже так кажется. Это зависит от того, какая любовь была бы. Невероятно хорошая. Ну, вверх. Хорошая любовь. Я выбираю дальше, потому что, например, я пришла... Блин, Юлина платье с бусами, это просто... Это не платье, это кофта. Мне вообще во всём... Ты не разбираешься, это стиля нет и вкуса. Я не вижу там, что я не вижу вкуса. Удачу, например, встретила хорошего парня. Я писала об этом в Твиттер недавно, кстати. Я бы тоже выбрала удачу, потому что, во-первых, если я бы выбрала любовь, не факт, что она окажется крепкой и может быть, мы разбежимся. Деньги могут украсть или могут посадить из-за того, что я... Какая я умная и мудрая. Удача, а вот если удача, то мне может повести в любви, мне может повести с деньгами. Поэтому, несмотря на то, что и любовь, и деньги, это хорошо, я бы выбрала, но удача. Я бы тоже, наверное, сейчас выбрала удачу. Я бы спрашиваю, чувствую ли мы в ссорности и много ли у нас общих интересов. Но я могу сказать, что мы уже на это отвечали в видеотег про дружбу. Я бы сейчас слышала, что у нас очень много интересов общих. Забыл, как называется. Что у нас там? Я считаю, что мы довольно взрослые и понимаем, что это глупо, да и не точен для того, чтобы ссориться. И уже как-то нормально смотрим. Моё лицо — это что-то. Вами не ребёнка. Не ребёнка. Такого человека уже, который жизнь помотала. Поэтому... Слушай, жизнь помотала, брат. Будем мы в дальнейшем снимать типа видеоклипы на всякие разные песни. И... Да. Абсолютно, да. Потому что я люблю монтировать. Но больше всего я люблю снимать какие-то типа клипы. Потому что я люблю всё это с музыкой связанное. С удержёшь. Ну, это прекрасно. Поэтому, конечно, да. Очень душевный вопрос. Часто ли вы гладите шторы вместе? Я думаю, что это очень просто. Самая лучшая выборка вопросов — это только вот... Только тогда было. Это уже ужас какой-то. На всякий случай. Ну, я думаю, мы это специально... Ну, конечно. Специально. Ну, это было по-фану, да. Давай хороший, интересный вопрос. Давай ответим. Ну, я смотрю на свои зубы, и мне прям плохо становится. На самом деле, это было очень важным и хорошим решением поставить брекеты. Сейчас всё гораздо лучше. Брат, когда я смотрю на свои зубы, я даже это комментировать не буду. Девочка спрашивает, как мы познакомились, сколько мы лет дружим. И могу сказать одно. Посмотри видео Юли Пушева. Если ты не знаешь, что ты медиаблогер, это я, говорит, как... Видео, позвольте, это даю видео. У меня там, блин, видеозаписи, ютуб-канал, все дела. Мы так разговариваем уже очень много, мои хорошие. И вообще, типа, бою. Если бы какая-то сказочная страна была, или... Я не знаю, честно говоря, бы я бы хотела жить вместе с Кариной, потому что с ней весело, приезжаю. Но есть порно. Я с меня. Да, это просто, наверное, добровольцы, мы с тобой, мы с тобой вообще просто... Ох, женщина. Дело в том, что сейчас я понимаю, что я вообще хочу жить одна. Если бы сейчас я была одна, ты бы сдохла от скуки. Нет. А что, я себе мешаю письки сделать? Нет. Что? Письки? Например, будь у меня молодой человек, что же у меня есть. Но, допустим. А, короче... Я снимала видео, никто бы не орал там. Юля больше будет. Сейчас я бы не очень хотела жить с Юлей, вот именно в этом возрасте, потому что я даже себя готовить не могу. Но, честно говоря, я бы только в этом возрасте с тобой хотела бы жить. А чем старше, тем не хотела тебя. Я бы уже, наверное, хотела с молодым человеком строить уже какую-то семью и отношения. Такие вот... Извини, да. А, чуть-чуть. Я бы, наверное, в институтское время, я бы предпочла жить с ней. Да, это было бы клево. А, сейчас я даже, не знаю... Ну, это я шучу. Но я могу только если колбасу в холодильнике дохожу. Приходи, сейчас. Ужасные зубы. Что, что? Конечно, я хочу жить с тобой, трое. Если вам обстоят видео, то, мам, спасибо, что ты делаешь мне бутер. Вы на один день поменялись телами друг с другом, чтобы вы сделали за человека, в теле которого вы сейчас находитесь. Ты, наверное, сделала видео про Джессина. А, ты тогда видос не снимала. Ну, во-первых, да, я думаю, я, может быть, снимала видео, которые я до сих пор тебе предлагаю снять. Но ты говоришь, типа, ну, не знаю. Идеи. Я помню, как сейчас это про сериалы. Я хотела, чтобы мы с тобой снимали подборки сериалов наших любимых. Потому что я тогда начинала всё это смотреть. Это мне так нравилось. Про Бибера тоже хотела всякое снимать. Именно поэтому, кстати, я и стала, ну, типа, самостоятельным блогером. Потому что хотелось что-то делать, что я хотела, не зависеть от кого-то. И я такая, ладно, не получается у Юлечки Пушман на канале сняться. Пойду сама сниму. Но это было так сложно сама снимать, что-то делать. Я первое видео, помню, у меня на телефон вообще было. Получилось. А прикинь, если бы я тебе говорила, да, давай все твои идеи снимать, которые ты предлагаешь. У тебя бы не было потребности эти идеи переносить, типа, на ютюбчик. Потому что ты бы уже на моём канале всё это... Видишь, хорошо, что я тебе говорила, что тупые идеи. Хорошая, я помню. Нет, она не говорила, что тупые идеи. Она просто, по-моему, так и говорила, что, типа, подборка сериалов. Мы разные люди. Типа, мне нравится одно, тебе нравится другое. Это надо снимать в одиночку. Я, в принципе, согласна. Но у нас были пересечения. Поэтому я думала, давай снимем. А я вообще не помню даже, что это ты тебе говорила. Я почему-то это помню. Видишь, как мне отдалось голову. Видишь бы, очень-очень важно. Я бы взяла весь гардероб и спрятала бы его. И только потом, когда я вернусь в своё тело, я бы просто его унесла и всё. Какая хорошая подружка. А я бы сказала, ну, прости, не усмидела. Горы, пришли обратно и слышали. Если бы я была в твоём теле, я бы, наверное, хотела почувствовать такую сильную любовь, которую испытываешь ты в десенном биберуме. Потому что я бы считаю, что я не фанат. Я не тот человек, который от кого-то фанатеет. И никогда такой не была и не являлась. Это моя слушательность. И мне бы хотелось понять, почему ты думаешь, что тебя вообще не так упрямо. Не знаю. Мне кажется, это просто первое, что мне в голову прошло. Ты не поймёшь, это жизнь детка. Также я обязательно сходила бы к ней в школу, потому что мне интересно. Да, у меня тоже интересно. Я знаю, конечно, нескольких. Ну, именно поведение, как ко мне относятся. Мне тоже было бы интересно пообщаться. Очень интересно. Какой же поступок мы сделали вместе. А подожди, давай отвечать на что-то хотя бы. Вот сейчас, если бы мы поменялись на один с жизнями, и что бы ты делала в моей жизни? Поснимала бы видосики. А я бы хотела! Не знаю, ну реально. Ну, вообще-то не знаю. Мне кажется, что... Я вообще не знаю. Мне было бы кайф ощутить себя с нарощенными длинными ресницами, наверное. Это очень интересно. Но это, блин, это же не я буду с нарощенными ресницами, а я буду как бы в твоей голове. Да не, тупой вопрос. Зачем вы вообще его выбрали? Не пить воду день. Две недели. Каково это? Ты бы могла в моём теле пойти и жрать всё, что ты хочешь. Да. А я бы хотела в твоём теле ничего не есть, и тогда я бы помогла тебе похудеть. Брат. А ты бы ела всё, что захочешь. И в моём теле. Тебе бы помогла разжиреть. Брат. Так что вот. Это единственное, что, мне кажется, более-менее... Тупой вопрос, тупой вопрос. Нормальный, нормальный. А ещё я бы хотела поводить твою тачку. А я бы у тебя убралась в комнате. Пойдём сейчас. Это самое плохое, что мы делали? Это самое ужасное. Нет. О, про булку! Здесь поогромче, пожалуйста. Какой самый интересный поступок мы сделали... Кто украл булку? Или ты её взяла, я не помню. Короче, кто-то из нас украл булку. Это было мало вы делали. Это самое главное булку. Это не я была. На самом деле, то, что... Я точно не крала булку. Конечно. Следующий вопрос. Это что плохо остались. Это что случилось в этом месяце? Этот месяц март, он только начался. Слава богу, а ты пришла бы сейчас вспоминать, что-то меня удивило в прошлом месяце. Вместе или по отдельности? Я не знаю, что будет по отдельности, потому что в марте, считай, мы даже не виделись. Честно говоря, я не знаю, что удивило меня в этом месяце, но я могу сказать, что сегодня, восьмое утро... Ааа, ненавижу свои эмоции. Сегодня меня удивило то, что девочка в магазине сфотографировала меня, но я помню на... Дурачишься. Я смотрела на глаза, я смотрела на твою глаза девочки. Знаете, на меня или нет, просто она как на меня смотрела, я думала, что она знает. В общем, мне это не понравилось. Хочу сказать, что, ну, во-первых, я там горбатая. Ну, и потому что я вообще постоянно горб... Ааа, я просто не понимаю, почему, если прийти к Юлю, то не подойти, не знаю, на самом деле, с болтовчонки, панишки, там, не знаю, так же и родители. Если у родителей прятки, конечно. Короче, ребята, смотрели мне прямо в глаза, я видела, как она улыбалась, я думаю, даже спросили. Я думала, что все, типа, ты знаешь, что ты меня, или Юля? Так, будьте... Подойдите, скажите, Юль, ты прикольная, там, давай, сфоткаемся, селфи! То, что делала меня в этом месяце, это то, что вчера, в первый раз в жизни, всю свою жизнь я села за руль. Я учусь, я хожу на вождение, да, я хожу на автошколу, вчера я в первый раз в машину, которую я вожу в автошколе. Сейчас есть. Да, моя, она на механике, это очень сложно. Короче, я не сбила ни одной фишки, я лохла пять раз. Это моя подруга, моя? Короче, да. Мне очень страшно сидела, на самом деле. Когда я, там, площадка была маленькая, и не занималась еще двое машин, короче. И каждый раз, когда я... Мне так тяжело говорить, почему-то мне это кажется. Я думала, я сейчас не крежусь, сто процентов крежусь. Да, по-любому. Я начала сразу перенаполтать, я не знаю, как я буду ездить, среди машин. Последний фильм, который мы смотрели вместе. Последний фильм, который мы смотрели вместе, был фильм Лёгок на помине. Это русский фильм. Я вообще такую не помню. У вас много общих друзей? Я думаю, что у нас есть много общих знакомых. Да. А общих друзей у нас один. Это я и она. Математика! Отличный вопрос, я люблю обсуждать вопросы, которые как бы несуществимы. Допустим, если бы до кого? Если бы мы остались во всем мире один, что бы мы делали? Если бы мир, я думаю, что если бы он был такой, как сейчас, во-первых, я бы пошла работать в Магдак. Потому что... А сейчас ты не можешь пойти в Магдак? Можешь идти в Магдак? Зачем? Если там есть работники. Я хочу поддерживать в моём любимом заведении жизни. Клуботворность. У меня не ушло время. Макдонас, и как вы ещё у Юли Миланцев? Как долго? Макдонас! Пристрелила бы пару людей. Слоченно. А почему нет? А я бы просто грабанула всё, что только смогла. Да, я бы тоже забрала кучу одежды. А ты первая, что хочешь грабануть, что есть. Я люблю грабить. Грабить. А тачку могут вычислить, одежда? Нет. Ну, одежду по-любому, да. Я бы даже в магазине... А знаешь, я бы было бы... Я бы стояла на кассе и снимала эти штучки чёрные. Весь день с коренью. Ты бы шмотки уносила, молча. У тебя даже пальцы... Какой такой... Жирный. Да, сейчас похудела. Но они типа там отёкшие. Вообще-то да. Да, я думаю, что я бы зашла в сервис в своём первом магазине и просто... А что бы вы сделали, если бы... Какой там вопрос был? Ну, если бы мы остались одни в мире, типа. Ну, я бы всё так же пошла бы в макро-работу. Поддерживай работу отечественного заведения. Да не, конечно, нет. Я бы точно много ела. Подождите, а... Не знаю. И какой вопрос был? Я его плохо разрушила. А сколько жить надо вот в этом всём? Не знаю, не было таких установок. Просто всё, мы остались одни во всём мире. Навсегда. Ой, ужас какой. Ну да, это кошмар. Ну, наверное, я бы кайфовала просто. Ела бы и всё. Прикиньте, мы бы втроём остались. Я как в том вино себя прикинь. У меня сразу воображение. Мы бы взяли три разные крутые тачки гоночные, типа. И просто бы... Гоняли бы. И постоянно в автомаг гажали. Я бы прямо за рулём на какой-нибудь Феррари ехала. Пипец, как бы, типа 300 километров в час. Вот так вот. И при этом у меня на ногах бы вот здесь соусы разложены были. И я бы спокойно ела картошечку. Потому что дорога пустая, и мы едем по какой-нибудь крутой дороге. Бесконечный такой, блин. А потом заезжаем в ЦУМ, грабим его, моды, ходим, фоткаемся. Мы вставляем Инстаграм. И у каждой постоянно по три лайка на фото. Зато ленты мечты. Ну да. Реально. И никто гадости не пишет. И мы друг другу пишем. Какая ты красивая. Ты где сегодня была? Откуда взять вот это? Да. Это грустно, конечно. Не дай бог такому произойти. Нести, не знаю, каким образом. Но мы бы унесли. Если бы вы не парняли, то каким бы мы были пишите? Я думаю, что я выглядела бы как плохой парень. Бэдбой. Вы не поверите. Я хотела сейчас, после того, как ты сказала плохой парень, сказать бэдбой. И дала себе секунду, чтобы послушать, скажу ли я в прошлом. И я сказала. А что ты сейчас делаешь? Панем. Я себя вши. Рад ровный делаю. Благоровно. И если бы говорили, то только по делу. И если бы не говорил, то это было бы сверх смешно. Но при этом я была бы очень милая. Милая. Я же не могу быть паренью. Я не милая. Ну и так. Короче, я была бы очень добрым. Панем. Мои эмоции. Мимика. Я думаю, что я была бы хорошей. Хорошей паренью. Я смотрю в локс-волсты. В локс-волсты. Панем. Я очень. Я была бы уверена. Чискантрэй. О, ну, ну. Чискантрэй. Но. Короче, как будто ты не поняли слегка. Потому что это заметно, из-за чего ты был не ответственный. Удей. 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 Глаза. Пока я говорю, кому интересно слушает, а кому не интересно смотрит на тебя. Может, я ради этого делала. Короче, я была бы очень интересная. Зато всегда было интересно видосы смотреть. Удей. Также мне нравится мой рост. Мне не нравятся девушки типа Карины ростом в смысле. Карина покинула чат. Хотя я не знаю, мне нравится Карина. Ну, по-любому, мне бы понравилась я не как пушмана. Это не значит, что я... Ты уже пушмана. Да. Офигеть, ты давно пушмана. Ты давно пушмана. Это я уже сто раз говорила. Ну, ага, ага. Потому что я... Ну, я сейчас милая, правильно? Были все вопросы на сегодня связанные с нами с Кариной. Спасибо, что задаете вопросы. У нас грустно. Очень интересно и многие. Многие. Блин. Коментосики. Всех любим, целуем, обнимаем и всем пока. Мы с тобой у 10 лет познакомились. Это не слишком рано? Не позже? Слезать. Жесть. Коментосики. Закончила. Юля, красная помада идет, а вот Карине не очень. Юля, помада идет, а вот Карине не очень. Она смотрится на ней как на Джокере. Что бы Юля сделала ради Карины? Что бы Карина сделала ради Юли? Это вопросы. Пять лет назад, на которые мы не ответили. Карина или Юля? Карина лайк, Юля коммент. 19 лайков. Карина. Так, так. Хочу сказать, Карине идет красная помада. У Карины ужасно накрашены губы. Карина... Да вы чё? Я говорю так же ужасно, как на всех видео. Фух, у меня все получится. Это когда ты смотришь, и потом начинаешь превращаться. Карина, создай свой канал, думаю, у тебя получится. Ха-ха-ха, Юля, больше будешь, ха-ха-ха убила. Карина красная помада не идет, Юля самовлюбленная. Карина отлично рассуждает, но видом бесит. Все про помаду говорят. Про Борь. Так интересно, да? Ну вообще, интересно. О, вот мне написали, что они тут помады. Девочки, я в шоке. Я не очень в шоке, но я не думала, что я такая, как психованная, что ли. Мне казалось, что я более спокойная всегда была, а по итогу я что-то вот такое. Мне кажется, что это потому, что для тебя это не совсем привычно было. Наверное. Поскольку, во-первых, это был мой канал, типа я снимала, монтировала, считай. Ну то есть ты постоянно была как гость, и для тебя, может быть, это было как-то непонятно, и ты потом на монтаже, может, этого не так замечала. Ну типа знаешь, когда ты монтируешь, потом думаешь, ой, блин, зачем я тут постоянно трогаю вот это. Понятно, когда ты смотришь видео, ты тоже так можешь подумать, ну не знаю. А может, это в сравнении так кажется, потому что ты, типа, свои глюки какие-то вырезала, а на горячей пофига. Нет, я же там постоянно вот это делала. Суть не в том, что я там что-то с собой вырезала, для меня, наоборот, удивительно, что я сижу там достаточно спокойно, потому что у меня обычно, наоборот, всегда вот это вот, то есть я даже сейчас вот так вот я люблю делать. Но я просто люблю, когда волосы, типа, идеально лежат, что-то из разряда, без всяких, из-за того, что это ещё короткие есть, они спутываются и постоянно торчат, и мне это не нравится. И я просто постоянно хочу хорошо выглядеть в кадре, это нормально. Ну, не всегда получается. Да, уж. Ты в соке, Маша? Да, я в соке. Какое заключение? Мы тогда ещё не познакомились с тобой, то есть где-то через полгода после этого видео я познакомилась с Машей. Да, и через сколько? Год? Больше всего. Это пять лет назад было видео, то есть я была в одиннадцатом классе, сейчас я уже давно закончила универ. Не пять лет назад, это шесть. А сколько? Ну, а он, знаешь, наверное, как считает, он, типа, не досчитывает, что шестой год, типа, завершился. И он завершится, вот, типа, в марте. Да, я, конечно, жесть. Мне кажется, там даже интересно посмотреть, что будут писать в комментах по поводу, ну, если кто-то про мои изменения. Хотя на заставке второго видео ты похожа больше сейчас на себя, ну, типа, у тебя форма бровей изменила лицо, ты не подводишь так глаза ярко больше. Ну, там у меня нет ресниц, плюс я пухлая, плохо крашусь. Дело даже не в том, что я там красно помажу, плохо крашусь. Да, именно другой человек, вот, по всему, по форме лица даже, по тому, как волосы, блин, растут. Да. Охренеть, может, меня и на пришленцы забрали, и поменяли. Хорошо поменяли. Спасибо! Не, я просто, я понимаю, что вот есть люди, которые, например, с детства, ну, просто чуть лучше становятся, там, со школы, например. А есть люди, которые реально пипец, как меняются. Карина, Карина, тут такой ребёночек миленький. Ну, Карина, понимаешь, ну, типа, я всегда, вот я смотрю на Карину на этом видео, смотрю на её в жизни, и она просто стала выглядеть, типа, лучше, повзрослее, ухоженнее, там, лучше стала краситься. Ну, то есть, как бы всё стало лучше, но когда я смотрю на себя на том видео, и потом на себя, например, в зеркало, или даже когда я буду монтировать, я буду смотреть и думать... How is it possible? Потому что у Карины вот эта детская пухлость ушла, ну, и просто она, как бы, такая... Теперь у меня взрослая пухлость. Нет, там прям, когда вот это лицо надутое, когда у тебя детские щёки. А у меня, когда вот это всё, типа, ушло, у меня вообще по-другому стало. Мне кажется, потому что, во-первых, я там жирнее тебя вообще, в принципе, даже вот в каком бы ты там сцене ни была... Ты же тогда была, капец, худая, да? Я? Да. Тогда? Ну да, в одиннадцатом ты в Америку ездила, ты худела. Это что, март? Я тогда начинала свой путь похудения. Ну, ну да. Ну, это как раз, типа, когда на даче там всё делала ты. Я там норм. Ну, короче, жесть. Не, ну, понятные инъекции, которые я с собой делала, конечно, они тоже сыграли роль. Но самое интересное, вот ты говорила про вторую, что я на вторую больше похожа. Это, типа, то, как я себя всегда фотошопила. А, типа, как я хотела. И с годами я замечала, что то, как я себя фотошопила, то, что я себе, типа, делала меньше нос, там, глаза. Ты делала меньше? На фотках всегда. А, или в жизни. Как я тебе в жизни сделаю меньше нос? Я имею в виду, что... Очень легко. Ну, операции только если. Но я имею в виду, что я его научилась, типа, красить лучше, плюс там, ну, кстати, вот инъекции с носом, которые я делала, это вообще, наверное, год, два, полтора, может, назад я сделала первую. Ну, то есть, не так, что... Ну, в любом случае, я просто в шоке. Я офигенно сейчас. Вот и гляжи девочки. Блин, ну, всё-таки это, наверное, из-за веса. Ты помнишь меня на влогах с Хорватии? Ну, ты вообще другая тоже. Ну, я помню. Всё-таки это вес, наверное, решает, потому что там я, конечно, хорошо громаденна была. Ну да, я зимала её уже в десятый раз. Ой, ладно, всё, ребята, надеюсь, что вам было прикольно посмотреть, окунуться в прошлое, кто вдруг это всё не видел. Надеюсь, что вы не в сильном шоке, у вас всё в порядке с психикой, извините, если что. Не, самое классное, что если это смотрели люди, которые смотрели тогда и сейчас... Да, напишите, помните ли вы это всё. Это круто. Кто остался? Напишите, пожалуйста, в комментариях, будет очень приятно. Почитайте, посмотрите, сколько людей с тех времён до сих пор с нами. И зачем вы нас смотрели? Интересно было. Да, блин, ну, ты, блин, я эти глупые, мы не понимаем, что смотрели. Да, посмотри, коровезники, если бы этого не было, не было бы ничего сейчас. Да, спасибо, прошлое. Всё, ладно, на этом мы и заканчиваем нашу рубрику. Всех любим, обнимаем, подписывайтесь на девчонок, оставляйте комментарии, ставьте лайки, будьте счастливы, здоровы и всем пока!